Девушки отдыхают Саркастичный страх, с которым сложно справиться. Справиться можно, как говорил саркастичный Ровер в Твиттере. Глядя на всю эту красоту, очень сложно не захотеть изучить всю эту фигню. Вот, в общем, сейчас многие занимаются тем, что изучают это, и я постараюсь рассказать о том, чем они занимаются. Я думаю, многие, так же, как и я, первые свои представления о Вселенной формировали из старого советского учебника астрономии. Не у многих, наверное, была уже астрономия, но читали его, надеюсь, многие. И вот те знания, которые подчеркнуты были тогда, там, 10, кого-то 20, наверное, 15 лет назад, они во многом остаются в нас сейчас. Между тем, наука развивается постоянно, новые знания приходят практически каждый день. Буквально вчера пришла новость о том, что на Марсе таки нашли органические вещества. И вот за последние 25 лет все очень серьезно изменилось, а нового толкового учебника по астрономии так и не выпустили. И вот нет такого собрания знаний обо всем вокруг, что можно было бы просто так взять, пролистать, даже просмотреть картинки и понять уже о том, что, в общем, творится там у нас в ночной тени. Ну ладно, начнем сначала. Начнем с Меркурия. Мы не можем рассмотреть всю Вселенную, поэтому рассмотрим только Солнечную систему. Меркурий, на самом деле, одна из самых плохо изученных планет, ну до недавнего времени как раз была. На тот момент, вот на начало 90-х, в общем, на все 90-е, на 2000-е, мы знали о Меркурии, видели, по крайней мере, Меркурий вблизи только так, вот как мы видим на экране. Ничего более. То есть у нас не было даже 50% его изображения, 45% было. То есть вот та серая полоса, которая видна, это просто потому, что не успели снять эту часть. Там летал всего один космический аппарат, и он летал не вокруг Меркурия, он летал вокруг Солнца, время от времени пролетая мимо Меркурия. И вот то, что он успевал снять, то он, в общем, нам и запечатлел. Он пролетел всего три раза мимо него. Проблема была в том, что до Меркурия очень сложно долететь. Он вроде бы близко к Солнцу, но когда летишь к Солнцу, аппарат разгоняется так, что возле Меркурия затормозить очень сложно. На это требуется очень много топлива, и обычно как-то пускают его либо по высокоэллиптической орбите, как в случае со следующим аппаратом, который снял уже мессенджер, он летает до сих пор, как минимум до марта он пролетает, а потом будут решать, то ли он будет летать дальше, то ли он все-таки уже встретится с Меркурием непосредственно с разгону, и от него ничего не останется. Сейчас до сих пор стараются аппараты космические либо сжигать в атмосферах, если мы говорим про исследование планет с атмосферой, либо разбивать с разгону о поверхность, чтобы уничтожить все любые намеки на каких-либо микробов, которые добрались до Меркурия в случае с мессенджером на его борту, и уничтожить их, чтобы они уже не расплодились на местной планете и не дали нам новую биосферу, в которой мы уже не сможем отличить местных бактерий от неместных, если они там когда-либо были. Но это, в общем, достаточно устаревшая доктрина о том, что вот, надо все защищать. Сейчас, наоборот, ученые сближаются к тому, что за время 4 миллиардов лет, там, 3,5 миллиардов лет, когда на Земле была жизнь, астероиды падали на Землю, метеориты вылетали с поверхности Земли, и вот таким образом Земля сама успела насорить жизнью во всей почти Солнечной системе, по крайней мере, в ближней. И если найдут там жизнь на Марсе, на Церере или на Европе, первая задача, что нужно будет с этой жизнью сделать, это определить, не земная ли она, не прилетела ли она с Земли. Ну, это, в общем, дальше. Что же, возвращаясь к Меркурию, он нашел интересные вещи, о которых раньше либо догадывались, либо вообще не представляли. Во-первых, он оказался не таким простым, не таким однообразным, как мог бы показаться, когда пролетал тот же самый предыдущий, в общем, космический аппарат, как его там, Маринер, их столько всех, я все на М. Он оказался цветным, если сделали более глубоким диапазоном, смогли посмотреть на его поверхность, он оказался цветным, и, что более важно, на нем нашлась вода. То есть самая ближняя к Солнцу планета. Температура на поверхности до 350 градусов поднимается, но это на экваторе, это на солнечной стороне. При этом оказалось, что на Северном полюсе у него есть такие места, куда Солнце не попадает вообще никогда. Если мы в полюсе пробьем кратер и в его яме, то солнечный свет всегда будет бить мимо. Это точки вечной тьмы, есть еще точки вечного света, когда гора какая-нибудь тоже в приполярье, и она освещается постоянно, как бы планета не вращалась, такие есть и на Меркурии, есть на Луне. Ну, правда, там почти вечный, там примерно 89% всего времени освещается Солнцем. В случае же с точками вечной тьмы, там нет, собственно, Солнца, не попадает Солнце, там достаточно холодно, по крайней мере, не выше плюса по Цельсию. И это позволяет сохраняться в воде долгое время, вот фактически миллионы, миллиарды лет. Откуда она там появилась? Появилась она оттуда от комет. Все знают кометы и представляют их, как обычно их назвали, в общем, ученые упрощенно, грязные снежки. То есть это лед, это пыль и, в общем, все. На самом деле в кометах, вот сейчас точно так же свежие данные пришли с кометы Чурюмова-Герасименко, в кометах есть органические вещества. Они не биологического происхождения, но они там есть. Органические вещества соединения углерода и водорода, в общем, их масса во всей Вселенной, жизнь — это лишь частная форма органических веществ, поэтому там помимо жизни много всего. И вот эта органика и в космосе выглядит черной, как уголь. Вот уголь органический, и эта органика космическая, она тоже угольная. Примерно 5% метеоритов, которые падают на Землю, они, в общем, точно такие же углистые, похожие на кусок угля, черные, содержат много органики. И вот такие же метеориты, и эти же метеориты содержат много воды. Ну, там много это относительно, примерно до 10%, до 9% примерно они могут содержать воды. И вот такие метеориты или кометы падали, ну, они, видимо, падали всюду, на Меркурий, но вот там, где вода сохранилась, там мы их можем увидеть. Причем, первые намеки на воду рассмотрели еще с Земли при помощи больших радиотелескопов. Прежде всего, Ресиба 300 метров, у него диаметр тарелки. Они обнаружили отражение радиосигнала, такое, какое мог бы ожидаться от породы с высоким содержанием воды. Но они не могли пока перепроверить, что же это такое на самом деле. Прилетел мессенджер, при помощи спектральной съемки, при помощи сочетания того, что видит он и того, что видят радиотелескопы с Земли, удалось установить, что с большой долей вероятности все-таки там есть вода. Следующее наблюдение. Мы перемещаемся к Венере. Сейчас вот буквально в эти дни там гибнет космический аппарат Венера-экспресс, который до этого отработал 8 лет, изучал Венеру, в основном атмосферу Венеры, вниз уже на Венеру после советских век на Венеру уже никто не садился после 80-х годов. И вот сейчас Венера-экспресс, это европейский космический аппарат, у него, в общем, исчерпался запас топлива, который позволял ему держаться высоко над поверхностью, а у него орбита такая, что он залетает в атмосферу. Вот эта атмосфера постепенно теперь его будет тормозить. В какой-то момент он остановится настолько, что просто загроется в нее глубоко и уже, в общем, сгорит в ней. Но пока он летает, думаю, несколько недель он еще пролетает, и за то время, за те годы, пока он пролетал, он обнаружил интересные вещи, о которых раньше либо догадывались, либо представить себе не могли. Продогадывались. Вот мы видим на экране график, мы видим там два пика. Вот первый пик — это графики концентрации серы в атмосфере. Первый пик был зарегистрирован космическим аппаратом Магеллан в 70-х годах еще. А, нет, наоборот, Пионер 10 это был. Он же обнаружил этот пик и долгое время не понимали причины его возникновения. Точнее, были гипотезы, но надо было их перепроверить. И было заметно, что концентрация идет вниз, что это не какое-то не сезонное, не ежегодное событие. И тут прилетела Венера-экспресс, сделал новый анализ и оказалось, что пик снова появился. Вот как раз мы видим такую вертикальную черту. Это тот момент, когда Венера-экспресс начала наблюдение за атмосферой. Это, в общем, можно с высокой долей вероятности предположить, что есть только один источник выброса большого объема серы в атмосферу. Это мощное извержение вулкана. Раньше про то, что там на Венере есть вулканы, в общем, знали уже. Точно так же благодаря, в том числе, советской программе Венера в 80-е годы это установили. Но не было понимания, действующие ли они или уже Венера это такая спящая планета с вулканами типа Марса, что вулканы есть, но они уже выключились. Как оказалось, на Венере работают новое. Еще одну находку сделала Венера-экспресс, связанная тоже с атмосферой. это полярные вихри. Мы можем увидеть их в съемке в инфракрасном диапазоне. Снаружи, как мы, надеюсь, все знают, Венера полностью покрыта облаками, невозможно в оптическом диапазоне рассмотреть ее поверхность, поэтому приходится либо радарами использовать, для изучения поверхности, собственно, той, на которую можно было бы встать, либо используются различные спектрометры, которые позволяют изучать атмосферу. Вот инфракрасный позволяет заглянуть чуть глубже, чем в видимом диапазоне, и вот в инфракрасном как раз увидели вот эти вихри. Что любопытно, если, например, на Юпитере есть один большой полярный вихрь, хоть и шестиугольный, то в данном случае их два, они вращаются взаимно друг от друга и взаимоцентра оси вращения планеты. За ними наблюдали несколько лет и решили уже, что они, в общем, стабильны, что это так и есть, что вот они есть, и это такая данность Венеры. Недавние данные пришли о том, что они рассеиваются, то есть по непонятной причине они были, лет шесть они крутились, как минимум лет шесть, а сейчас почему-то успокоились. То есть, опять же, связано ли это как-то с вулканизмом или еще с какими-то другими процессами, в общем, науке это неизвестно. Долгое время науке было неизвестно, почему в радиодиапазоне на Венере блестят вершины гор. Вообще, когда первый раз начали исследовать Венеру, еще не было космических аппаратов, ее исследовали в радиодиапазоне и уже тогда определили, что есть некие точки на поверхности, которые блестят в радиодиапазоне, то есть хорошо отражают радиолучи. Понять, почему это происходит, что это такое, не могли. Были разные гипотезы, отложения железной руды и многое другое. Потом прилетели аппараты, которые тоже имели радары, которые могли над поверхностью пролетать и уже с более высоким разрешением наблюдать ее в радиодиапазоне. Было определено, что это горы. Блестят на Венере горы. Но опять же, непонятно было, почему. И буквально даже это вот исследование, наиболее полную карту в радиодиапазоне, карту Венеры, составил американский аппарат Магеллан в 90-е годы. И только спустя 10 лет, почти 10 лет после его работы, ученые все-таки допетрили, что это такое, что же у них такое блестит. И оказалось, это совершенно фантастическая вещь, о которой не могли догадаться никакие фантасты вообще. Это металлический снег, точнее металлический иней, который садится в тех регионах, где физические условия позволяют ему осаживаться на поверхности из вулканических, ну считается, что металл был выброшен в испаренном виде в ходе извержения вулканов, какое-то время висел в атмосфере и в конце концов сконденсировался и осел инием на вершины гор. Точно так же, как у нас вода на вершины гор делает их белыми и блестящими. Точно так же на Венере металл. Там это сульфид свинца и сульфид висмута. Вообще на Венере, ну я надеюсь, все знают, что там у нее у поверхности совершенно дикие условия, там 90 атмосфер, давление, как на глубине 9 километров, если мы спустимся под воду. Там 400-450 градусов температура, то есть там сам по себе свинец, если бы его там было много, он мог бы там запросто быть морями и реками. Но его там мало и вот он получается, если не весь, то большая его часть во время извержения осаждается на вершинах гор. И вот действительно, о таком, наверное, нигде нет. И вообще, изучение даже солнечной системы, даже нашей ближней солнечной системы, в принципе, показывает, что вот процессы, которые вроде бы нам знакомы, могут повторяться на совершенно иных уровнях. Вот если сейчас мы там говорим, увидели свинцовые инии на горах, то впоследствии мы еще посмотрим на метановые реки, где, если для нас метан это газ, то кое-где, я думаю, надеюсь, почти все знают, где именно метан это вода. Но ближней про Луну мы, наверное, не будем. Луна – это долгий разговор. Как, в общем, Марс тоже очень долгий разговор. Вот это один из последних снимков Марса. Он сделан индийским космическим аппаратом Mars Orbiter Mission. Самое интересное, Индия оказалась единственной страной, кто с первого раза дострелила до Марса аппаратом, который там смог включиться. До этого все попытки, что НАСА, что Советский Союз, Россия, в общем, она как и Советскому Союзу может быть, можно как считать по отдельности, Япония. У всех у них первые попытки оканчивались неуспехом. То есть либо аппараты мимо пролетали, что у Советского Союза было, что у НАСА было, у США. Было такое, что аппараты пролетали мимо из-за несовершенства техники в 60-х, 70-х годах. Многие аппараты взрывались еще на поверхности или отправлялись в Тихий океан, как в случае с некоторыми российскими аппаратами. В общем, со всеми российскими аппаратами, которые пытались отправить на Марс. В общем, их было два, так что не так много. Вот, ладно, про исследование Марса. Самая, наверное, долгая история, которую рассказывают практически при каждом новом пресс-релизе, который публикует НАСА, это история о марсианской воде. Очень, где-то до, как раз до 90-х годов были сомнения, все-таки есть на Марсе вода или нет, много ее или мало. Сначала считали, что марсианские полярные шапки это углекислота замерзшая. Отчасти оказалось это верно, но углекислота там откладывается только зимой, примерно на глубину, ну или на высоту, наверное, два метра, но большой площади. И когда зимой у полюса растут шапки снежные, это как раз лед или снег углекислотный. А вот то, что остается летом, то, что мы видим на фотографии, это как раз вода. Причем для южной полярной шапки у Марса водяная, ледяная шапка 3 километра толщиной. Если ее растопить и налить скажем так на планету, которая будет иметь идеально гладкую поверхность, такой гигантский бильярдный шарик размером с Марс, то эта вода покроет его на 7 метров весь. Так что воды на Марсе хватает, можно неплохо, это только одна южная полярная шапка. Северная полярная шапка, она чуть побольше площадью, но потоньше. Но помимо этого на Марсе есть еще остатки целого океана. Северный ледовитый океан на Марсе занимал, он был один, единственный океан, но занимал почти треть его площади. Самое интересное, он не весь испарился. Он когда-то замерзал, часть его успела замерзнуть, когда была достаточно высокая плотность атмосферы, чтобы он не испарялся сразу. Часть его успела замерзнуть, часть, конечно, испарилась, но вот та часть, которая замерзла, она легла льдом на поверхность, ее сверху присыпало пылью, часть этой территории залила лавой от других вулканов, но вот та часть, которую не залила лавой, так она присыпанная пылью, так там присыпанный пылью лед и лежит. Причем, если мы будем смотреть с Северного полюса, насколько он опускается южнее, он охватывает территорию до 40-х параллелей. Это когда лед от Северного полюса до Сочи примерно лежал бы. То есть всю вот эту часть практически на Марсе занимает отложение льда. Насколько они глубокие, мы не можем знать, но как минимум несколько метров. Как это определили? Сначала в Северное приполярье в 2008 году прилетел аппарат «Феникс», который смог просто копнуть своим ковшом, дабы снять верхний слой пыли. И на глубине, на глубине где-то вообще 5 сантиметров, нашел белую породу, проанализировав которую, понял, что это самый обыкновенный водяной лед. Позже стали смотреть в эту широту, где есть отложение льда, запускали аппараты. Это были викинги, у них тоже был ковш, но тогда ученые не знали, что под ними может быть вода. И фактически они сверху копнули, изучили пыль, и все в общем. Они даже не знали, что копнув сантиметров на 20 глубже, они могли бы найти лед. Но и после этого они еще 25 лет его искали. Но в общем нашли. И теперь они что делают? У них есть спутник высокого разрешения, Mars Reconnaissance Orbiter, который снимает до точности до 30 сантиметров на пиксель. То есть если человек, стоящий вертикально, мог бы на нем остаться видимым в виде одной точки. Даже, наверное, двух точек. А если тень бы его вытянулась, то уже нескольких точек. То есть разрешение достаточно высокое. Вот спутник в этом разрешении наблюдает поверхность, вот эту территорию, где он наблюдает кучу всего, но вот в этой территории он видит те следы, которые оставляют свежие метеориты, упавшие в то место, где сверху пыль, а внизу лед. И он видит, что метеориты разбрасывают эту пыль, а внизу что-то лежит белое. И это белое испаряется в течение нескольких недель. То есть по всем признакам это, собственно, водяной лед и есть. Всего остального, я говорю, вот буквально позавчера, по-моему, NASA опубликовала пресс-релиз, в котором сказали, что да, все-таки, ребята, мы нашли органические вещества, органические соединения. Но, как я уже говорил, органика далеко не означает жизнь, поэтому им еще предстоит долго всего и много всего перепроверить, чтобы действительно подтвердить, была там жизнь или нет. Современные марсоходы не имеют такой задачи, у них нет таких приборов, чтобы отличить органическую жизнь от нежизни, биологическую органику от небиологической. Но они могут попытаться, по крайней мере. И, в общем, данные идут. На 2020 год планируется три марсохода, американский, китайский и европейский. В 2016 году американцы посылают буровую платформу, русские с европейцами посылают просто платформу, которая сядет и будет проводить исследования. Так что, в общем, там мы еще много всего интересного найдем. Ну а мы перемещаемся чуть дальше, на Юпитер. Вот в данном случае снимок этой планеты сделан был аппаратом «Новые горизонты», который пролетал мимо, буквально сейчас подлетает к Плутону. Но максимальное сближение с Плутоном у него будет 14 июля. Так что всю весну мы будем каждый день фактически смотреть, что он там новое прислал, и будем наблюдать, как Плутон все ближе-ближе к нам приближается. Но это тоже, в общем, есть в разговоре. А вот здесь, если мы посмотрим на Ио, и если есть такая возможность рассмотреть в верхней его части такую синенькую точку. Вот здесь она такая же, точка видна чуть лучше. Это фонтан. Это фонтан, который появился в ходе вулканического извержения. На Ио всегда что-то извергается, всегда что-то взрывается, и всегда вот что-то есть горячее на поверхности. Почему? Вроде бы далеко от Солнца. Она находится в близком гравитационном взаимодействии с Юпитером. И вот эти гравитационные волны, которые воздействуют на Ио, они разогревают ее недры, благодаря чему у нее есть та температура, которая разогревает. Вот то, что извергается, это сера вообще. Это не привычная нам лава, это сера. Вот это извержение этой серы, она взлетает в ходе извержения, гравитация слабая, и вот этот фонтан поднимается на высоту до 400 километров. Так что под таким дождиком не хотелось бы постоять. Соседка Ио Европа, она тоже переживает гравитационное воздействие с Юпитером. Она тоже непростая, и она интересна тем, что вся она покрыта полностью водой, только замерзшей. В данном случае у астрономов есть такое понятие «снеговая линия». Это та линия, где лед не тает под воздействием солнечных лучей или лучей какой-либо другой звезды, если мы говорим о другой системе. Вот Марс находится в пределах снеговой линии, а Юпитер и остальное находятся за пределами снеговой линии, поэтому кусок льда, куда бы ты его там не притащил на экватор или на полюс, он все равно останется куском льда. Вот таким куском льда является Европа. Но гравитационное воздействие с Юпитером все-таки ее разогревает, и подо льдом находится жидкая вода. Это одна из долгих таких тоже интриг была для ученых. Как до нее добраться? Разрабатывали всякие средства. Мы поставим реактор, он будет греться, протопит нам глубокую скважину, мы туда спустим буй какой-нибудь, заглянем внутрь и увидим, что там внутри. Сейчас же обнаружили, вот это Европа чуть-чуть поближе, вот так она выглядит. Эти трещины, это не просто какие-то там образования, это реально трещины. И буквально год назад обнаружили интересную вещь при помощи телескопа Хаббл. Из этих трещин временами вырываются струи воды. То есть это не настолько там не монолитная у нее кора, и из этих трещин вырываются струи воды. И теперь нам не нужно, чтобы добраться до воды, чтобы определить, есть ли в ней какая-то землеподобная жизнь, скажем. Не нужно бурить там 100 или 20 километров льда, как считалось ранее. Достаточно взять спутник и пропустить, дать ему пролететь через эту струю воды. Теперь главное, там проблема еще с тем, что там Европа крутится в радиационном поясе Юпитера, и там очень сложно работать электроники. То есть если мы посадили туда, есть недавно вышел фильм про Европу, там как люди садятся, то же самое бурят, все остальное. Такой средненький фильм, среднебюджетный. Но там люди бы погибли в считанные минуты просто от лучевой болезни, там не было такой защиты, которая бы прикрыла их. Даже электроника погибает там в считанные месяцы. Даже та, которая живет десятилетиями на Марсе, она погибнет в считанные месяцы на Европе. Поэтому вот вариант со спутником, он как раз наиболее перспективный. И сейчас уже в НАСА выделяют на него деньги. Лет через 10 он полетит, и мы можем дожить до результатов. Еще лет 15 он будет лететь. Ну не 15, но не меньше 5 точно. Сатурн и Титан, его самый большой спутник, это еще одна интересная часть изучения Солнечной системы. Сейчас там летает уже 16 лет, по-моему, или 17 летает аппарат Кассини. И он тоже проводит феноменальное исследование, открывает такое, что не ожидалось просто открыть. Одно из первых его открытий было вот такое. Здесь мы видим картину, которая, в принципе, очень хорошо напоминает Землю. То есть карта Земли, море, реки. Вот это Титан, это спутник Сатурна в миллионе километров от нас. И о чем я и говорил, самое интересное, что в роли воды, там холодно, там очень холодно, около минус 170 градусов по Цельсию. И в роли воды там выступает жидкий метан, то, что для нас является природным газом. А в роли камня, в роли камня, вот так, там выступает вода. Там есть крио-вулканы, которые состоят из льда, которые извергаются. Вот на левом слайде мы можем видеть, это карта высот вулкана, и вот такие лопасти, которые расползаются, это как раз текла ледяная лава. То есть то, что для нас лава каменная, то для титанийцев лава водяная. Я представляю просто, если произойдет контакт гипотетических титанийцев и землян, мы же для них будем страшными огненными чудовищами, которые могут убить одним своим дыханием просто. Или прикоснувшись, если у него температура минус 170, а у нас плюс 36, мы его просто проплавим насквозь одним пальцем, если захотим, конечно. Но я надеюсь, мы все-таки будем дружить. И вот озера, да, там они по большей части к Северному полюсу тяготеют, но там они есть тоже. И еще один объект интересный у Сатурна, это Энцелад. Это как раз очень похож на Европу, только меньше в 4 раза. И у него джеты, так называемые, или просто гейзеры, в постоянном режиме бьют из Южного полюса. То есть его гравитационное воздействие с Сатурном нагревает так, что там вода горячая постоянно, и вот она прорывается через трещины, и они видны постоянно. Ну там, может быть, если мы с солнечной стороны заглянем, они не будут видны, потому что они достаточно бледные. А если в данном случае как с теневой стороны заглянуть, то мы увидим их очень хорошо. Что самое интересное, Энцелад – это самый яркий объект Солнечной системы. Он настолько белый, ледяной и настолько чистый, не покрыт корками, как Европа, так что он является самым блестящим. То есть от него свет солнечный отражается наиболее ярко. Ну и да, я не мог, одев такую рубашку, я не мог сказать о кометах. Так, кометы действительно за последние 30, наверное, лет изучили так, как просто не могли представлять никакой Галилей, никакой Галилей. То есть люди там предыдущих веков, и сейчас мы, уж тем более сейчас, когда туда сел аппарат, который вращается на ее орбите, мы можем узнать о них гораздо больше. Ну про органику уже сказано, и там нашли такие соединения, которые не предполагали даже ранее. И я думаю, вот, кстати, надо подождать, вроде точно так же на днях в Америке сейчас проходит, или в Канаде, геологическое собрание геологического общества, где кучу всего по планетологии выкладывают, и вполне вероятно предварительный отчет по розетте, по посадке филии на саму комету мы узнаем. Ну вот действительно сейчас просто надо следить за новостями. И о будущем. Если предыдущий год был годом комет, 2014 год был год, когда одна комета просвистела мимо Марса на беспрецедентно близком расстоянии, хотя это все равно 100 тысяч километров было, на другую комету, в общем, сел человеческий аппарат, то следующий 2015 год будет годом карликовых планет. В данном случае два космических аппарата идут на сближение к Плутону, как я говорил, и к Церере. Церера и Плутон — это две карликовые планеты, две из пяти, которые входят сейчас официально в Солнечную систему. И их мы будем наблюдать, приближение к ним, мы будем наблюдать практически чуть ли не в онлайн-режиме. Все весну и сближение с Церерой произойдет в мае, а сближение с Плутоном произойдет в июле, 14 июля. Так что будем ждать, надеяться и верить. Наверное, надо сказать про Цереру, что она находится между Землей и Марсом. У меня же времени не оставалось. Да, Церера гораздо ближе, у нее нет гравитационного воздействия серьезного с кем бы то ни было, но там, так же, как и у Европы, тоже обнаружили выбросы воды. Она покрыта водяной коркой, но у нее нет видимых причин, по которым ее недра не могут нагреваться, и не может быть крио-вулканизма. Однако выбросы воды с нее зарегистрировали. Это одна из главных интриг научных. Что там, откуда там вода? Скорее всего, конечно, это будет кратер, в который просто упал метеорит. Он оказался таким чистым и подсолнечным солнцем, и частично какое-то с него испарение идет. Ну, посмотрим. Давайте вопросы. Можно сначала и туда опустить. Девушка, да, но она на втором ряду. Ну, ладно, пусть. Леди первые. У меня такие два, наверное, шуточные и нешуточные вопросы. Первый – это, в принципе, как простой обыватель, нам, в принципе, всем, как простым обывателям, внушает, что вода – это, скажем, возможность жизни. Поэтому первый вопрос – это, есть ли все-таки где-то жизнь, по вашему мнению. А второй такой нешуточный для меня личный вопрос. В свое время до меня доходила информация, что Плутон исключили из статуса планеты, что меня в свое время очень сильно расстроило. То есть сейчас все-таки за ним признали это или нет? Нет. Про жизнь. Вода не означает жизнь. По крайней мере, наш опыт человеческий об этом говорит. Первоначальный опыт был, что где вода, там жизнь земной. Но когда выбрались в Солнечную систему, выяснилось, что воды, в принципе, много. Даже вон на Меркурии есть, правда, там замерзшая. Но даже там, где она есть жидкая, мы еще не можем утверждать, что там есть жизнь. И потом, как я уже тоже говорил, вполне вероятно, если там будет жизнь, не окажется ли она занесенной с Земли. Но, в принципе, сам факт наличия жизни на Земле говорит о том, что она и жизни, и разума на Земле говорит о том, что он может быть где-то еще. Просто они до нас не докричались, мы до них не докричались. Ну, мы работаем над этим. Ну, не мы, конечно, я просто рассказываю о тех, кто работает над этим. И по поводу Плутона. Наверное, с этого как раз надо было начинать. Мы родились с сознанием того, что 9 планет Солнечной системы. Сейчас на вопрос, сколько планет Солнечной системы, правильный ответ. Это 8 планет и 5 карликовых планет. 8, понятно, это все Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Нептун. А Плутон еще по автоматам с тех времен. А 5 карликовых планет – это Церера, Плутон, Ирида, Ханумеа и Макимаки. Все запомнили? Ну вот, посмотрите в Википедии, запомните. Это ценный в нашей жизни, ценное знание. В общем, вот так. Вам долго объяснять, почему это произошло. В общем, таких объектов, как Плутон, оказалось много, поэтому их решили отделить в свою категорию. Ну вот, молодой человек первым руку поднимал. Я, кстати, слышал, что еще газовые гиганты в отдельной планете. Ну, в принципе, да, но пока их не так сильно отделяют, как планеты от карликовых планет. У меня такой вопрос. Как ученые выбирают, куда лететь дальше? Вот почему одни направления считаются перспективными? И вообще считаются ли? Я точно не знаю, если честно. Да, я понял. Но вокруг Марса есть какая-то суматоха сейчас. Вы рассказываете, что в будущем будет с Плутоном и Церерой. Вот. Я понял. В науке, ну, сейчас, правда, от этого постепенно отходят, но когда вот в советские времена, когда была конкуренция между Советским Союзом и США, существовал принцип не повторять того, что делают другие. А если повторять, то в десятикратном масштабе. Например, вот есть сейчас телескоп Хаббл, два с половиной метра диаметром, его никто не будет повторять. Повторяют новый, создают телескоп, который диаметром шесть метров. То есть в разы больше. То же самое с другими объектами. И есть параллельно вот этому принципу, есть другой принцип. Искать там, где светлее. Искать там, где легче. Если на Марсе марсоход живет 10, как минимум, сейчас уже 11 лет, и продолжает жить, тот, который делали для трех месяцев работы, то на Венере, какой бы аппарат ни делали, дольше суток он не проживет физически. И он просто зажарится, потому что там дикое давление, дикая атмосфера, дикая температура. Поэтому ищут там, где светлее, там, где легче. Если мы можем на 10 лет отправить марсоход, так пусть он там и ползает. Вот, кстати, по принципу не делать того, что делают другие, поэтому сейчас и полеты на Луну не осуществляются. И вот китайцы первые отошли от этого принципа, отправив свой луноход. Но у них идет сейчас лайт-версия космической гонки с Индией. Поэтому они повторяют то, что делали Советский Союз и НАСА, но не повторяют для себя. И для двух вот этих участников этой иконки. Так, вот, наверное, девушка там… Дайте ей телефон. Ну или… Лучше человеку, который 5 минут держал руку. Ну да, да ладно, давайте с горянки. У меня такой вопрос, он довольно простой. Вот там на вот этих максимальных превьюшках Цереры и Плутона там завышенный контраст или нет? То есть вот надо ли понимать, что там что-то очень-очень светлое и очень-очень темное? Ну, понятно. А чего ждать от фотографий с близкого расстояния? Понятие светлости и темности в таких снимках сложно говорить, потому что все решается выдержкой. Мы, например, видим комету достаточно светлой. На самом деле там выдержка секунд 20, она на самом деле, ее цвет там примерно… И яркость примерно равна углю. Поэтому здесь нужно сначала определить, какой… Ну, в принципе, Церера, ну они обе, что Плутон, что Церера, они считаются обе покрыты водяным льдом. И, в принципе, они должны быть светлыми. Но они будут такими сероватыми, потому что на них падали метеориты, они были либо черные, либо какие-то серые, поэтому там будет пятнистые. Но, в принципе, даже Плутон может быть ярче окажется, потому что сейчас есть теория о том, что он тоже разогрет изнутри, потому что у него идет гравитационное взаимодействие с его спутником Хароном. И если там есть тектоническая активность, которая перемалывает вот эти вот ледяные плиты, то он может быть чище даже, чем Церера. Чище и ярче. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот, да, вот девушка все-таки, давайте ей дадим микрофон или телефон. Нет, все-таки не добирается. Не та девушка. Спасибо за выступление. У меня такой вопрос, насколько космос благодатен для междисциплинарных исследований? Есть ли там что поизучать биологам, химикам и прочим? Или это такая субстанция, которую можно только на расстоянии смотреть? И если есть, то что же все-таки там в этих междисциплинарных исследованиях? Да, да, я понял. Космос – подарок для физиков. В космосе происходят такие процессы, которые невозможно смоделировать. Там движутся частицы с такими энергиями, которые невозможно получить даже в Большом Адронном Коллайдере. Поэтому космос в данном, в этом случае, космос – подарок для физиков. Он предоставляет возможность наблюдать такие эксперименты, которые на Земле поставить просто физически невозможно. Или они займут дикое количество энергии и денег. Поэтому космос создан для физиков, физики созданы для космоса, и они, в общем, замечательно живут. Вот, например, космос и этнографы пока им сложно. Но, но, уже сейчас на Международной космической станции больше 10 лет работает экипаж смешанный русский-английский. И перед запуском русский учат английский, а англичане англоязычные учат русский. И на орбите, ну там интервью не дают на своем языке, а на орбите они разговаривают на рунглише. Они разговаривают на смеси русского языка и английского, на Земле которого просто нет физически. Носители этого языка только космонавты, которые долгое время работали на Международной космической станции. Так что даже здесь найдется работа. Ну и, скажем так, моему отчасти Перу принадлежит первое на Марсе для России сделанное археологическое исследование. Я нашел старую советскую станцию по американским спутниковым снимкам. Ну это, в общем, в принципе, это действительно археология. На Луне такие археологические исследования проводились. Но они, правда, тогда проводились картографами и планетологами. Но, в принципе, это именно археологические исследования. Если мы находим предмет культуры разумной, то, в принципе, это археологические открытия и археологические исследования. Дальше пока забираться сложно. То, что хотя бы «Вояджеры» улетели, в общем, у нас уже и есть поле для межзвездной археологии. Давайте последний вопрос. Да, вот девушка долго тянула руку. Здравствуйте. У меня такой вопрос, точнее, больше хочется услышать ваше мнение. Все знают, что от расстояния поверхности Меркурия до его ядра очень малое расстояние. И много гипотез, что же с ним произошло. Вы больше склоняетесь к какой гипотезе? То, что произошло разрушение верхнего слоя из-за какого-либо космического тела, или все же пагубное влияние Солнца? Думал об этом. Вопрос в том, что Меркурий плотнее, чем другие землеподобные планеты, плотнее, чем Венера или Земля, или Марс, тем более, Марс самый легкий. И есть гипотеза о том, что Меркурий – это на самом деле ядро, или ядро с частью мантии другой планеты, которая пережила сильный удар, и все легкое, самая легкая кора с него просто свалилась, поэтому он такой плотный. Мне кажется, если бы такое было, мы бы наблюдали какой-то пояс астероидов в том районе, где вращается Меркурий. Или мы бы наблюдали большое количество вот этих астероидных последствий, астероидных ударов на самой его поверхности. У меня несколько экзотичная теория, гипотеза, которая ничем не подтверждается, я нигде, кроме себя, ее не слышал. Но сейчас, изучая экзопланеты, люди стали находить просто сотни и тысяч планет, так называемых «горячих Юпитеров». Это газовые гиганты, которые находятся возле звезд на очень близком расстоянии, там буквально ближе, чем Меркурий. Вот Юпитер, даже больше Юпитера может быть планета, которая находится к звезде своей ближе, чем Меркурий. По предыдущей гипотезе формирования Солнечной системы, такое было невозможно. Даже про Марс говорят, куда делась марсианская атмосфера, ее сдул солнечный ветер. Меркурий находится гораздо ближе, там Венера, например, находится гораздо ближе того же самого Земли или Марса, у нее есть атмосфера. Но там продолжается вулканизм. Моя гипотеза такая, что когда-то таким «горячим Юпитером» был Меркурий, просто у него сдуло все-таки всю атмосферу в результате воздействия Солнца, и мы видим его уже ядро. Так, не так, посмотрим. У меня все. Стоп. Закончили.